Смотрите, ребят, тело у нас, если убирать голову, у тела нет состояния, что оно не хочет, у тела нет состояния усталости, у тела нет состояния, что это не его. То есть тело, это вот это состояние чувствования через ощущение, это состояние ощущения, оно у нас для того, чтобы быть постоянно в движении. И когда мы думаем, что наше тело что-то не хочет, это как раз мозг подключается и говорит, может быть, не надо, может быть, не это, это как раз через голову. Но ты как раз ловишь это состояние, ты просто его не выровняла, мы потом его подправим, но на ретрите прям четко подправим. Это когда твоя голова говорит, я не хочу заниматься, типа это не я, это тело, тело вот еще бы полежало, тело бы еще вот сделало бы вот это. У тела нет этого восприятия, у тела вообще нет восприятия вот всего вот этого. То есть даже нервные окончания, они идут в голову, не в тело. То есть через тело, они, конечно, идут через тело, но через тело идут, чтобы дать импульс в голове, чтобы было сокращение мышечного спазма через вязкость крови. Вязкость крови это как раз, кровь это та жидкость, через которую, через жидкость только идет вот этот вот ток, нервный импульс, ток. И поэтому все, что мы думаем, что говорит нам тело, по факту это говорит нам голова. И когда мы будем понимать, что говорит голова, то есть вот когда мы думаем, что тело не хочет заниматься, это как раз идет вот эта вот вязкость крови. И вязкость крови проходит, когда вы начинаете заниматься, потом уже вы встаете вот в этот ритм. То есть любое занятие, там спортзал, йога, там танцы, неважно что, вы когда начинаете, типа себя пересиливаете, начинаете заниматься и потом входите как бы в азарт, и вам становится в наслаждение. Это как раз происходит, когда вы начинаете голову не слушать, и голова говорит вам, я не хочу. То есть вязкость крови достаточно такая концентрированная, и когда вы все-таки продолжаете заниматься, она становится более жидко, клапанок начинает сердечный работать, и вы начинаете в легкости уже делать какие-то вещи. Но это не тело становится легким или нелегким, это голова как бы отпускается через то, что кровь становится более жидкая, голова такая, ну окей, то есть сердечко начинает работать более стабильно, и вам кажется, что тело пошло работать. А тело как было в каком состоянии, так и была гладкая мускулатура, она не поменялась. Поменялись только капиллярчики начали по-другому работать, капиллярчики начали по-другому дышать. И то, что они начали по-другому дышать, то что вязкость крови пошла другая, в голову пошел другой импульс. То есть изначально из головы вот эта вот вязкость прокрутилась, стала более жидкой, и голова тебе говорит как бы, ну хорошо, ну ок, тело начинает работать по-другому. А по факту тело всегда будет работать. Да, вот это здорово, потому что я сейчас как раз именно вот это и прочувствовала на занятиях, когда пошла в наслаждение, да, упражнение, я такая, ого, откуда-то и растяжка появилась, и усталости нет, и одышки нет, и просто в таком наслаждении каждое упражнение проходится. И с каждым разом вот это вот прочувствуешь. И даже сегодня на тренировке я сказала, что я вышла на какой-то другой новый уровень. Хотя йога была очень-очень такого, как начального этапа, потому что пришли новые женщины, довольно взрослые, и там нельзя было такую сложную нагрузку давать. Но это было настолько потрясающе. Вот сейчас я все понимаю, это здорово. Спасибо большое. Здорово. Да, ребят, понимаете, теперь, когда мы с вами придем, а мы с вами обязательно придем, даже в этом вообще не сомневайтесь, мы все равно придем к вам, с вами к состоянию восприятия тела без головы, и когда вы поймете, как работает тело, вы четко узнаете, что у него нет усталости, у него нет того, что перетренированности, у него нет там еще что-то. Если это не делается через голову, да, там, ой, я буду там железо тягать, там, у меня ноги еще не готовы, там, к 300 килограмм, но я буду обязательно там жим ногами делать 300 килограмм, когда вчера делала там 12. Вот. Это не про это. Конечно же, все равно есть какие-то моменты, которые, ну, они логичные. Но, тем не менее, если вы начнете вот как, например, там утром пробежка, там, потом днем там какие-то свои дела, там, танцы, где-то железо покачали, где-то еще что-то, у вас не будет перетренированности тела. У вас будет просто раскрытие себя через тело. И мы через тело раскрываем себя. Пошли, как никто! Удивайся! Тем не менее, я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Значит, я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Продолжение следует...